Обуздать гравитацию, получить дозу адреналина и попытаться расслабиться. Миссия стала выполнимой. В Ульяновске появилась своя аэротруба. Это открытая аэродинамическая установка цилиндрической формы, высотой 5 метров и чуть больше 2 метров в диаметре. Новый аттракцион нашел свое место у речного вокзала. Еще с 2012 года жила такая идея, что построить здесь в Ульяновске аэротрубу. Я серьезно ездила по другим регионам, когда еще только начинались на заре создания аэротруб в России. Самое ценное в установке – это вентилятор, который генерирует воздушный поток со скоростью почти 240 км в час. Нагнетаемый воздух в одно мгновение может поднять до 120 кг. Шум установки равен реву реактивного двигателя самолета. До полета не допустят без амуниции. Костюмы специальной ткани, шлема и перчаток не обойдется также без инструктажа. А с помощью специальной системы знаков инструкторы регулируют сам процесс полета. Основное первое правило – это расслабиться, сделать прогиб и получать удовольствие, и улыбаться. Помнить, куда ты смотришь, туда ты и летишь. Полеты коммерческие, но это не исключает социальную и спортивную сторону бизнеса. Аэротруба всегда в почете у поржетистов для отработки полета в свободном падении. Установка имеет ценность и для детей. Полеты позволяют развивать координацию. Наслаждаться свободным полетом смогут и ребята с ДЦП. Нахождение в аэротрубе помогает активировать центр мозга. Плюс это пространство свободное от ограничений, где стираются рамки отличия от других детей. Ограничений по полету нет, если только вы не беременная женщина. Ну или если у вас нет травм, например, как сегодня у меня. Поэтому, к сожалению или к счастью, я не буду испытывать на себе все прелести аэротрубы. Поэтому остается поверить в нас, что ощущения действительно интересные. Кстати, две минуты в аэротрубе заменяют один час в фитнес-зале. А вот наши коллеги по цеху воспользовались случаем и не скупились на эмоции. Я летал на этом самолете, а тут сам, как птица. Я здорово. Очень большой воробей. Я самый большой воробей в мире. Адреналин бомбит. При том, это понимание приходит только, когда ты уже спускаешься оттуда. На самом деле, все очень сложнее, чем кажется со стороны. Я не представляю, как это делают инструкторы. Полеты в аэротрубе в среднем занимают от трех до пяти минут. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Управды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова